В Ненецком округе произошла трагедия, в результате которой погибли 4 человека. В ночь на 24 февраля, ориентировочно с часу до двух, в деревянном балке, расположенном в 45 километрах от национального поселка Усть-Кара, в районе реки Сибичи-Таяха, произошел пожар. Как сообщила глава муниципального образования Карский сельсовет Евгения Меличкина, пятеро из девяти находившихся в балке человек смогли самостоятельно добраться на снегоходной технике в поселок. Именно от них и стало известно о случившейся трагедии. В ночь с 23 на 24 февраля в охотничьей избе, в 45 километрах от поселка, произошел пожар. Изба сгорела полностью. В избе находилось 9 человек, из них 5 человек остались живы, а четверо, со слов очевидцев, погибли. До нас сведения донесли, соответственно, те, кто остались живы. Они на Буране прибыли в поселок и рассказали все о случившемся. Оставшиеся в живых отказались от оказания медицинской помощи. И до окончания следственных действий останутся в Усть-Каре у родственников. Их состояние здоровья опасения не вызывает. Между тем, следственная группа уже отправилась для выяснения причины трагедии. В это же время в Усть-Каре находились сотрудники ВМВД, представители специального комитета. Ну, по другому вопросу. Ну, первичные все действия по дознанию, то есть они провели опрос, выехали на место. И сегодня, 27-го, должен был убыл судмедэксперт и инспектор государственного пожарного надзора для выяснения причин проведения дознания по этому вопросу. По поручению губернатора Игоря Кошина в администрации регионов в связи с происшествием создана специальная комиссия. Ее возглавил вице-губернатор Виктор Ильин. Кроме того, по оперативным данным, сегодня пришло еще одно печальное известие от главы Малоземельского сельского совета. 26 февраля, приблизительно в 19.15, на охотничьей избе в районе озера Долгий были обнаружены трое жителей Нельминого носа. По предварительным данным, причиной стало отравление угарным газом от печи. Тела погибших доставлены в Наринмар для окончательного установления причины смерти. Продолжение следует...